В 11.17 поступил звонок с городского телефона, а в том, что в больнице заложено взрывное устройство. Голос мужской, звонок. В единую диспетчерскую службу 112 поступил звонок с сообщением о том, что в здании спорткомплекса Подмосковья обнаружен взрывоопасный объект. Возможный сценарий террористической ситуации разработан для плановых ежегодных учений. Задача сотрудников комплекса – соблюсти все правила реагирования и эвакуировать находящихся в зале зрителей. Все присутствующие уже предварительно осведомлены о порядке своих действий. Такие учения в теории на практике помогают быть готовым в нужный момент к любым ситуациям. Сотрудники муниципальных учреждений отрабатывают свои действия во время команды штабных учений антитеррористической направленности. Практические действия. Для чего? Чтобы вы понимали порядок последовательности всех ваших действий при возникновении подобной ситуации. У вас у всех практических практик массовое скопление людей. Я имею в виду школы при проведении массовых мероприятий. Поэтому в работе по профилактике и локализации и ликвидации подобного рода ситуаций используются все службы. После сообщения в единую диспетчерскую службу на объект приезжают сотрудники МВД. Однако в рассматриваемой ситуации взрывное устройство уже успело сработать. Начался пожар. Ко всему прочему, огонь не успел распространиться на соседнее здание. Пожарные разворачивают шланг. МЧС спасает оставшихся в здании. К работе подключается скорая помощь и коммунальные службы. Предупрежден, значит вооружен. Полный комплекс работ разворачивается на глазах участников. Очень познавательно было посмотреть на реальную работу наших служб. Это было очень интересно и практически очень применимо. Есть теперь понимание, как работают именно отдельные службы нашего района. На мероприятии присутствовали главы и руководители всех поселений района. Учебная подготовка включила осмотр и проверку технического оснащения объектов районных спецслужб. Ознакомиться можно было и с привлеченной техникой войск национальной гвардии. Учение прошло слаженно. Все службы еще раз проверили свою готовность к выполнению всех задач. В соответствии с этим я считаю, что Щелковский муниципальный район со всеми федеральными службами готов к любой чрезвычайной ситуации. Подобные учения в этом году не последние. Полученные знания участники теперь будут использовать локально в своих учреждениях. Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания, Щелково.